Привет всем! В этом видео я расскажу вам разные истории из жизни моих подписчиков. История про школьную любовь от Гачи Лин. Мне было 10 лет, училась я тогда в 5 классе. На большой перемене, страшно голодная, я прибежала вместе с друзьями в столовую. Села дожидаться, когда дежурные всем еду разнесут. А за соседним столиком сидел Толя, мальчик из пралинного класса, в которого я была в тайне влюблена. Наблюдая за ним, так чтобы другие не заметили, я увидела, как он погнул алюминиевую вилку и потом выбросил на пол. Это привлекло внимание Зауча. Тот страшно разозлился и начал тут же выяснять, кто хулиганит. Все молчали, как мышки, и Заучу пришлось идти на шантаж. Или скажете, кто это сделал, или останетесь без обеда. Толя мне нравился очень сильно, но кушать я хотела больше. Так и получилось, что свою любовь я променяла на гречку с котлетами. После этого, стоит ли сказать, что мои надежды на его ответные чувства исчезли и не беспричинно. История про одноклассницу от Самира. У меня в младших классах была одноклассница с бедной семьей. Мы с моей лучшей подругой ее поддерживали, так сказать, держали контакт, дружили. Ее звали Ангелина. Скажу так, девочка, она была не очень-то и приятной. Всегда хотела, чтобы только ей все носили, ей все подавали и уделяли только ей внимание. И вот однажды в школе она зашла в класс и увидела, что мы с моей подругой играем в мой попыт. Она подошла к нам и сказала, вот вы из благополучной семьи, можете себе позволить много чего, а я нет. Так может отдадите мне свой попыт? Я сказала, нет, но ты можешь с нами поиграть, я не против. На что она просто берет без спроса мой попыт и уходит в коридор. Естественно, мы пошли за ней. И знаете, куда она пошла? В учительскую. Там, где и началось все самое интересное. Она подходит к нашей классной руководительнице и говорит, что мы с подругой в классе у нее вымогали ее попыт. А мы стояли сзади ее и все слышали. Учительница посмеялась и говорит, солнце мое, я тут работаю уже не первый день. Отдай, пожалуйста, девочкам их игрушку. Я видела, что они в нее играли. Та девочка расплакалась, но игрушку отдала. Мы с ней больше после этого не общались. История про токсичную мать от Алисы Ермакович. Сегодня я была у Зубнова. Пока я ждала свою очередь, случилось это. Мать говорит своему плачущему сыну, ты дура? Тебе же спросили, больно или нет. Ты ответил, что нет. Так чего же ты орешь? Мне было его жалко. На вид ему лет пять-шесть. Зачем она на него орет? Ему и так плохо. Ощущение, будто она на нем срывала злость. История от подписчика Банана. Однажды в первом классе вспоминали народную сказку «Гуси-лебеди». Так вот, речь зашла очень далеко и начали перечислять, какие гостинцы привезли родители Иванушки и Аленушки с рынка. В итоге один мальчик долго думал, как называется петушок, который привезли Иванушки. Но все-таки придумал и сказал «Иванушки привезли чупа-чупс со вкусом петуха». Мы вспоминаем эту историю до сих пор. История от подписчицы «Пелемень» про лунатизм. Когда мой старший брат пришел со школы, то рассказал мне, что я ему не давала всю ночь спать. Сказал, что я его разбудила и говорю «Лех, Леха, убери сок, а то мышки украдут». История от Татьяны Косаревой. Я та девочка, которая любит носить морские вещи и морские одеколоны. Так вот, моя мама однажды попросила сходить меня в магазин за хлебом. Я согласилась. Когда я подходила к куличам, увидела бабушку, которая хотела положить 2 литра лимонада в одноразовый пакет. У нее это не получалось. Конечно же, в перчатках-то еще и с тележкой. У нее картошка там была. Ну вот, я решила ей помочь. Я помогла, я уже хотела уходить, а она говорит «Спасибо, мальчик». Я тогда была одета в черные джинсы, кроссовки и в толстовку моего брата. Я сказала «Пожалуйста» и ушла. Без проблем. История про дружбу от Рамиль Салеев. У меня в школе есть девочка по имени Вика. И я пыталась с ней подружиться, но не получилось. В общем, был урок изо. И не помню, что-то я ей сказала, но точно ничего плохого. И она резко поворачивается и схватила меня за шею. Вика хотела меня задушить. И вот разве это адекватно? Больше я с ней не хотела подружиться. История про злую подругу от Мишка Салима. Имена Рил. София, моя подруга, толкнула Мариам в шутку. И другие подруги говорят «Салима, беги». Я стою, думав, что она меня не тронет. Но она меня нагнула. Потом я плакала и ушла. Пришла сестра Амаяс, мальчика, и еще из нашей школы Дениса и ее братья. Они спросили, почему ты плачешь и что случилось. Я рассказала все. Потом сестра Амаяса, мальчика, спросила Мариам, зачем же она меня обидела. История от подписчицы «Властелин пластелина». Иду я домой со своими подругами. И сзади нашла учительница, которая ведет литературу. Она спрашивает, чья это заколка, девочки? А я смотрю, это моя. И говорю, ой, бляха-муха. А эта училка говорит, так вот как вас учитель русскому языку учит. Я пришла домой, позвонила маме, все рассказала. А она говорит, не переживай, это же не мат. Я ей говорю, да, не мат. И я немного успокоилась. История про ненормальную бабку от кошки. Когда мы гуляли с друзьями, вышла бабка и стала говорить нам, не орите. А я стала за всех заступаться, и она сказала, не собачься. Еще, когда мы завозили мамину машину во двор, бабка орала, нельзя, у нас зеленый двор. Ну, ненормальная какая-то. Субтитры подогнал «Симон»